Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Сегодня у меня подборочка свежих, практически, да и не практически, не сладких ароматов на теплое, на жаркое время года. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok На работе, значит, по радио, то есть прогноз на следующий день, плюс 25, суперсолнечно, ясно, без осадков, все, красота. На следующий день встаю, с утра опять заглядываю прогноз в телефоне, опять солнечно, без осадков, плюс 25, проходит 10 минут. Прилетает пасмурно, кратковременные дожди, плюс 21, ветер порывами там 23 метра в секунду. Что произошло за 10 минут? То ли синоптик проснулся, то ли ветер изменился, то ли как это происходит? 21 век, летаем на Луну. Чего мы с прогнозом, даже на следующий день мы ничего не можем определиться. Я говорю, вот как планировали съездить на дачу, все, ливень поливал целый день. Без осадков. Ясно, солнечно, плюс 25. Поэтому, знаете чего, ну, жара все равно будет, тепло будет, но тепло и в жару, естественно, не хочется. Тяжелых, естественно, не хочется суперсладких, супернасыщенных ароматов. Достаем свои свежачки, и я тоже достала, тоже буду с удовольствием пользоваться, уже чем-то и пользуюсь. И у меня еще девчонки в комментариях, мои зрители, мальчишки спрашивали о подборочке несладких парфюмов в моей коллекции. У меня таких ароматов немного, потому что я все-таки любитель сладенького, вкусненького, громкого и насыщенного. Но все же есть такое и у меня в коллекции. Первый аромат, с которого я начну, дорогие мои, ну, это Легкачок, это Поливашечка, это Аква Аллигория. Ой, Акваколония, Аква Аллигория, потому что я сейчас буду рассказывать все про один аромат и сравнивают его с Аква Аллигорией. Акваколония 4711, это у меня лимон и джинджер, то есть лимон с инжиром. Это свежак, это острейшая композиция, такая яркая, такая сочная, такая насыщенная, но, дорогие мои, нестойкая. То есть на час-полтора, да, на одежде может подольше, как говорится, задержаться. Но освежиться летним, как говорится, утречком или днем просто на себя после душика нанести, такая бодрящая композиция, такой он жизнерадостный, такой позитив вызывает. Вот этот взрыв просто цитруса, прям соком как будто разбрызганным по всей округе. Вот эти вот цитрусы, лимоны, тут, мне кажется, лаймы и бергамоты. В общем, все кисленькие цитрусы с этой остриночкой имбиря, класс, вообще супер-пупер. Я говорю, он у меня что-то зимой, наверное, появился, вот этот расход уже. То есть я им обливаюсь, знаете, утро, вечер, ночь, я не знаю, в любое время суток схватил его, полился, побежал. Следующий, кстати, вот аромат, это у меня аромат от Бракар, то есть вот смотрите, я его тоже, я его ношу. То есть многие скажут, да что ты, у тебя в коллекции вон ниши сколько там, не всякого классного люкса, а ты нам Бракар тут покажешь. Ребят, я ношу, это обалденная, освежающая композиция. Его как раз-то и сравнивают, это Амазин Гарден Гербариум, вот его как раз, как многие сравнивают и говорят, что похожие на Герлен Аква Алегория, что-то там, Херба Фреска или что-то такое. Не знаю тот аромат, ребят, ничего не могу сказать, но это такая наисвежайшая травяная композиция, здесь зеленая трава, здесь цитрусы, здесь мятные аккорды, он охлаждающий, он такой бодрящий, он действительно, он так реалистично пахнет вот этими свежей травой. Тоже эти цитрусы, бергамоты, лайм, лимоны, боже, это действительно, ребята, такая свежесть, так реалистично созданный, не знаю, ребят, сколько он сейчас там, конечно, стоит, я вот это брала вообще за 200 с копейками. Тоже класснючий польвашка, причем вот он достаточно стойкий, постойчий, извините, Акваколонии 4711, так что Гербариум, присмотритесь, кто не любит сладкое в ароматах, кто любит вот такое свеженькое, кисленькое, травные аспекты, присмотритесь. То есть обалденная композиция за эти деньги, просто супер, не знаю, я люблю бракар, пользуюсь с удовольствием. Следующий аромат, ребят, ну это у меня аромат от Disquire, это у меня Redwood, двоечка, он у меня приходил тестер без крышки, я уже показывала, да, что я ему приспособила крышку от другого аромата, но по-моему она ему очень суперски подходит. И что, дорогие мои, колоснючая, это клюква, это клюква с кислиночкой, с кислинкой личи, много древесных здесь аккордов, совершенно не сладкий, ягодный, стойкий, громкий, сколько комплиментов на него уже получено, с удовольствием его ношу. И вы знаете, меня этот аромат еще относит к молекулярным ароматам. Вот я не знаю, почему я вот в нем, когда нахожусь, я слышу чуть-чуть такой отголосок, знаете, первой молекулы. То ли то, что туда добавлена какая-то молекулярная составляющая, там, по-моему, то ли Амбервуд, то ли Акигала, вот что-то, что-то добавленное, и меня вот этот вот парфюм относит к молекулярным ароматам. Присмотритесь, дорогие мои, совершенно бюджетнейшая композиция. Я тестер брала вообще, что-то там в районе 2000 рублей, но это что-то вообще было 100 лет обеда, даже, по-моему, 2000 не стоило. Но и сейчас совершенно недорого, присмотритесь к этой композиции, обалденно, классно, здорово. На рандеву, плюс мой промокодик, 10% скидка при заказе от 2500, выйдет очень выгодно, но если денежек, как говорится, не хватает, всегда можно заказать в раз срочку и рассчитаться за несколько раз. Следующий парфюм, что я сегодня заговариваю, что у меня сегодня это самое, ну, видимо, точно погода меняется, будет жара. Аметист от Плорик. Многие уже знакомы с этим ароматом. Кому-то это кошачьи лотки, потому что здесь очень много смородины. В пирамиде заявлено ваниль, роза, несмотря, вы знаете, на заявленные, грубо говоря, скажем так, сладкие, довольно сладкие ноты, парфюм совершенно не сладкий. Он свежий, он цитрусовый, он ягодный. Это такой взрыв этих вот сочных ягод, смородины, смородина с этими листиками, перетертыми в пальцах, свежесть зелени смородины, ягодная свежесть в парфюме. Здесь и черника, по-моему, и смородина, и то ли голубика, то ли, в общем, все черные ягоды, какие, наверное, есть, здесь все собраны. И действительно, это ягодный взрыв, парфюм совершенно не сладкий, сочный, яркий, заполняет собой все пространство, просто суперстойкость, супершлейфовость. Аметист от Лолик обожаю, сейчас самое ему время, это просто красота, есть же у него брат Экскюз, или Экскюзе, но там уже, знаете, сладкая пудровая композиция, более на прохладное время. На жару я вам могу посоветовать Аметист, кто не любит сладкое, любит такую вот кислиночку, ягодную в ароматах Аметист, супер дело. Следующий парфюм, дорогие мои, ну, это у меня шедевр, это у меня аромат от Фэнди, Фэнди, Фэнди. Обожаю эту парфюмку, это моя ностальгия по десятым годам, этот аромат у меня был, я была в нем суперкрутая леди. Это действительно парфюм статусный, для меня, во всяком случае, он звучит шикарно, он звучит дорого. Это тоже цитрусы, не сладкие цитрусы. Эти цитрусы с легкой какой-то остриночкой, с кожаными нотками. Этот парфюм уже, я считаю, более на вечернее время, летом, на жаркий вечер-лето. Красота красотой. Действительно, он и белорубашечный, он и аромат чистоты, он и элегантный, он и свежий. В общем, красивущая, красивущая композиция. Я обожаю, обожаю Фэнди, Фэнди. Брала остаток во флаконе, но, дорогие мои, аромат снятый. Стоит просто каких-то баснословных сейчас денег. Я вот этот остаточек берегу, чуть-чуть себе на запястье или просто с крышечки флаконно, как говорится, подержать в руках, поностальгировать. Ой, просто относят меня в 2010-2011 годах. Прелесть, прелесть, шикарная тоже, не сладкая композиция. Кто может себе, конечно, позволить по такой цене аромат тоже присмотритесь. Красота красота. На рандеву, снятости можно еще отыскать. И еще один мой любимчик от Фэнди. Это Life Essence. У меня миниатюрка, потому что тоже аромат снятый. Аромат тоже моей ностальгии. Кто-то мне из зрителей, помню, написал, что это у меня, скорее всего, подделка. Ребят, ну, я не знаю, кто-то у Миньку будет подделывать. Во всяком случае, аромат совершенно такой, какой и был у меня когда-то тогда в юности. Ничем, во-первых, не отличается. Это также цитрусовая композиция. Это композиция древесная. Это композиция специевая. Он такой немножко запудривается. Здесь присутствует мускус. Тоже белорубашечный. Такой аромат чистоты, аромат свежести. Обожаю эту парфюмку. Тоже на рандеву посмотрела. Есть, но тоже каких-то неадекватных денег стоит. Если вдруг появится у меня такая возможность. Я, конечно, полноразмерный флакон себе бы хотела. А так я чуть-чуть намазиком, чтобы вспомнить. А так из крышечки я его. Ну и миниатюрочку, знаете, вот жалко ее пользоваться. Но как она будет потом пустой у меня? Нет, она у меня должна быть с этим ароматиком. Обожаю. Фенди. Лайф Эсс. Стопроцентные, между прочим, унисексы. По-моему, все из этих ароматов. Ну, может быть, Аметист и Дисквайр чересчур такие ягодные. Но, опять же, на вкус и цвет товарища нет. Ароматы, мне считаю, что в этой подборке все унисексы. Еще один маст хэв. На жаркое время года. На теплое время года. Обожаю этот аромат. Это у меня Арман Баси Инре. Я достала парфюмерную воду. Потому что я вечерком его на себя наносила. Сюда же могу и отнести и туалетную воду. Туалетная вода более такая цитрусовая, более летящая, более шлейфовая, более звонкая. Этот аромат немножко гуще, немножко томней туалетки. Это острый имбирь. Это перчик. Это цитрусы. Под настроение в теплое время года у меня руки тянутся именно к этим парфюмам. Этот аромат у меня тоже, мне кажется, со мной должен быть всегда на всю оставшуюся жизнь. Поэтому у меня обе версии. Туалетчику очень хотела. Она у меня тоже появилась. А парфюмерка у меня тоже уже достаточно давно. Обожаю, люблю, ношу. Всем советую. Красота красотой. Совершенно не сладкий. Очень красивый и комплиментарный парфюм. Ну и в заключении, дорогие мои, мой парфюмерный дубль. Я уже все уши прожужжала своей любовью к ароматам Лан Ван. И тадам! У меня появился дубль аромата моего любимого Экла Дорпежа. То есть я вот этот вот остаточек во флаконе уже этим летом, скорее всего, допью. Взяла себе соточку. А еще в загашничек. А мне, знаете, сначала даже показался, как будто бы вот эта сотка немножко меньше. А ну не показался. Флакончик как-то немножко по-другому сделанный. И здесь я брала тестер. Он мне пришел без крышки. И здесь пульвик, видите, немножко такой толще сделан. Ну это же новодел. И у меня крышка вроде как есть, но на этом парфюме она будет болтаться. Ну и ладно, крышечка есть и уже хорошо. Ой, этот аромат, дорогие мои, Но он тоже, тоже должен быть у меня всегда в коллекции. Это тоже свежесть, древесная свежесть. Это цитрусовая свежесть. Это и цветочная, и цитрусовая, и древесная композиция. Здесь все собрано, все просто-напросто в идеале. Это шедевр, это любовь моя, любовь навсегда, всегда будет со мной. Красота. Обожаю, обожаю эту композицию от Lanvan. Это просто девичья, это просто... Я просто, я говорю, сейчас рассказываю, у меня вот образы летают, моя ностальгия, все это, что со мной, как говорится, с этим ароматом связанное. Всегда, вот всегда должен быть этот аромат в моей коллекции. Несладкий, свежий, девичий, комплементарный, шлейфовый. В общем, все, что есть красивое в парфюмах. Вот этот аромат, по-моему, вот любому человеку зайдет. И я уже не перестаю и не устаю говорить, что от Lanvan композиции, мне кажется, все, вот, бери рукой любой, ну, за исключением некоторых. Обливайся, поливайся, всегда будет комплементарный. Всегда его на вас заметят, всегда сделают комплименты. И я считаю, Lanvan Eclade Arpeggio, это просто-напросто на все-напросто времена парфюмочка. Вот у меня случился парфюмерный дубль. Такая красота всегда должна быть у меня. Ну, а я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Заходите ко мне на канал и увидимся скоро. До новых встреч. Пока-пока.